На драйв-тесте снова универсал повышенной проходимости. Это Audi A4 Allroad. Казалось бы, только что у нас на испытаниях были Volvo V90 Cross Country, Mercedes E-Class All Terrain. И самым популярным вопросом был вопрос, а где же собственно Audi? Вот она, только не A6 Allroad, а A4 Allroad. Этот автомобиль гораздо ближе по цене к Mercedes и Volvo, пусть и на 20 сантиметров короче. Комплектация у тестовой машины средняя и немножко странная, потому что здесь дорогущая кожа на сиденьях, сами сидения спортивные, хотя они только за бедра немножечко держат. Здесь медиасистема с тачпэдом 200 тысяч рублей стоит, но при этом нету камеры заднего вида, нету, например, лампочек около макияжных зеркал. Хотя возможности дооснастить этот автомобиль разными опциями очень широкие, и это традиционный плюс Audi. Не думал, что я когда-нибудь это скажу, но внешне мне этот Audi нравится. Хотя оригинального в нем разве что фары-фонарики с такими изломами, они придают какой-то динамизм знакомому и уже привычному силуэту. В целом, ладный и красивый автомобиль. Качество производства кузова очень хорошее. Все зазорчики, швы, уплотнители, все ровненькое стоит на своих местах, не придерешься. Или вот откроешь дверь багажника и удивишься, как чисто сделан проем двери. Сам багажничек красивый, аккуратный, ровный, прямоугольной формы. Отделан тоже очень здорово. Шторка поднимается электроприводом. Под полом есть надувная такая докатка с компрессором и отсек для домкрата и ключей. Если откинуть спинки задних сидений, то пол получится почти горизонтальный. Высота багажника не такая большая. И снова понимаешь, что это легковушка, когда ты садишься за руль или на заднее сидение. Потому что дверные проемы небольшие. Приходится сгибаться, приходится переступать через высокий порог. И удобство входа-выхода, конечно, здесь не такое, как во внедорожниках. Сзади, несмотря на немалые размеры автомобиля, тесновато. Прежде всего, по коленям я упираюсь сам за собой в жесткий задник передней спинки. Третьего человека в середине посадить почти невозможно, потому что тоннель очень высокий и широкий. Посадка за рулем в Audi не меняется, похоже, уже веками. Но некоторые эргономические помарки здесь есть. Например, вот кнопка запуска двигателя. Я еле до нее дотягиваюсь. Или регулятор громкости. Он расположен на краю тоннеля. И ты его постоянно задеваешь, когда кладешь сумку на сидение. Его задевает правый пассажир. И мне кажется, что эти регуляторы будут отламываться на ура. И не зачет ставлю вот этому нефиксируемому джойстику роботизированные коробки. Прежде всего потому, что он нефиксируемый. Интуитивно им пользоваться невозможно. Нужно обязательно контролировать все свои действия по дисплею. Какая передача включилась, а что там сейчас происходит. Неудобно это. Намудрили что-то с алгоритмом включения заднего дворника. Раньше как было? Толкнешь рычаг от себя, он и махнет. Сейчас, если ты толкнешь рычаг, то включится омыватель, полный цикл. Чтобы просто махнуть дворником, нужно нажать кнопку в торце, а потом нажать ее снова, чтобы выключить стеклоочиститель. Хотя, надо сказать, сектор очистки довольно большой. Само стекло в большой площади для универсала здорово. И вперед смотреть тоже достаточно удобно, потому что стойки тонкие. И даже зеркала, которые вроде бы маленькие, от них отрезали по краям самые ненужные места. И все, что необходимо, ты на самом деле видишь. Неплохой электронный щиток приборов, к нему можно привыкнуть. Довольно современная медиасистема с хорошей графикой, с хорошей отзывчивостью, с хорошим качеством телефонной связи. И единственный у нее минус, то что вот этот вот дисплей только если отломать и унести с собой. Его можно только погасить кнопкой, но он не перестанет маячить на панели приборов из-за этого. Но все, о чем я сейчас говорил, в принципе, относится и к обычным седанам и универсалам Audi A4. Да, кстати, универсалы обычно у нас тоже продаются. Чем же отличается Allroad? Прежде всего, дорожным просветом. Он увеличен примерно на 35 миллиметров за счет других колес большего диаметра и перенастроенной подвески. А еще A4 Allroad – это два автомобиля в одном. По заводским данным, давление в шинах можно ставить в двух вариантах с разницей в 0,3 бара – для обычной езды и для, так сказать, комфортной. Естественно, как только мы это обнаружили, весь ездовой цикл наших испытаний увеличился вдвое. Да, действительно, с пониженным давлением плавность хода становится лучше. Меньше таких вот острых тычков на стыках бетонных плит, например, или на стыках мостов. В целом, я бы рекомендовал ездить именно на нем, несмотря на очевидный рост расхода топлива. Тем более, что увеличенное давление ничего не дает в плане управляемости. Машина и так точно и адекватно рулится. Похоже, что Allroad немножко мягче, чем седан A4. Подвесочка понравилась, настроена она благородно. Она немножечко жестковата, вот чувствуются мелкие и средние неровности, вне зависимости от давления в шинах. Но, тем не менее, это порода, потому что все кочки преодолеваются тихо, с запасом, энергоемкость есть. Для универсала повышенной проходимости это, скорее, немножечко спортивные настройки. Но они поддержаны и управляемостью, потому что машина точно и адекватно следует за рулем. Электроусилитель, понятно, загружает его на высоких скоростях. Отчасти эта спортивность поддержана и широкими шинами, которые хорошо держатся за асфальт, но, к сожалению, всплывают на снежной каше и на воде. А еще широкие шины заметно шумят. Уже километров с 60 в салоне доминирует гул от дороги, хотя надо сказать, что на 120 он практически не увеличивается и на уши не давит, в дальнюю дорогу ехать можно. А еще на низких оборотах иногда недовольно бубнит мотор. Семиступенчатая коробка загоняет его в режим повышенной экономичности, это где-то 1300-1700 оборотов, и в этом диапазоне чувствуется и вибрация, и такой недовольный голосок. Но, опять же, это не давит на уши, привыкнуть можно, просто вот такое явление имеет место быть. Выбора силовых агрегатов нету, и, казалось бы, с мощным турбомотором А4 Allroad должна буквально рвать с места. Но нет, все реакции сглаженные, аккуратные, может быть, электроника бережет коробку роботизированную, может быть, это сам характер мотора такой, но ощутить заявленные 6 секунд разгона до 100 км в час сложно. Да, эластичность хорошая, обгоны все даются уверенно, но бритвенной остроты в приводе акселератора нету даже в режиме спорт. Проходимость не фантастическая, потому что дорожный просвет-то на самом деле невелик, и многие вещи ты цепляешь красивым серебристым фартуком переднего бампера. Одним словом, А4 Allroad — это такой спорт-вагон среди универсалов повышенной проходимости. У него отличная динамика, у него много мощности, у него хорошая управляемость и не сильно пожертвовали плавностью хода. Но если вы возите кого-то часто на заднем сидении, вряд ли это ваш вариант, и если дизайн вам кажется вторичным тоже. Тем не менее, со сменой поколений Allroad продается примерно так же, как и раньше. Около 20 человек каждый месяц его покупают. И мне кажется, это своя, такая целенаправленная, посвященная аудитория.